Вопрос 853. Как бороться с трусостью? С вашими материалами умом я согласен был и раньше, но всегда оглядывался на батюшек, ведь они против вас, и боялся в пасть сексантства. Они же вас называют сексантом. Теперь, видя вашу победу, я понял, что я трус, боюсь довериться Писанию и встать за истину, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я себе могу сказать, что я великий трус и боюсь всего, а об этом почти никто и не знает. У меня случается, как в фильме «Ермак», в котором Иеремия и Ермак Тимофеевич просят Бога, чтобы он напустил на них мужество, смелость. Когда помолюсь, то все куда-то уходит. И как-то так Бог сделает, что появляются сразу же союзники, которые намного сильнее меня, ходатай, заступники. Так как вы осознаете свое положение, то это очень хорошо, и впредь опасаетесь этого. А батюшки, что на них смотреть? Они люди маленькие, неверующие, безбожники. Да даст им Бог веру, слово свое. И тогда они будут нашими друзьями. Мы более 20 лет ходили в Паховский собор. Я даже был там устроен работать дворником несколько лет. Местный настоятель Войтович, отец Николай, Скачков, отец Михаил и другие отравили нас, поносили ужасно сам воно с названием, имени и фамилии, что вообще недопустимо по церковным правилам этикету. Слепотствующий народ тоже взглобился и шипел за спиной, но потом Бог как-то открыл им глаза, и эти люди со слезами, подходя, падали передо мной и каялись. Прости нас, а мы думали, что вы бактисты. Нас так научил батюшка, отец Николай, а мы ему верили, а получается, что он ошибся. Подошьешь, бабушка, валенки, поточишь пилы, напилишь дров, сделаешь печку, скинешь снег с крыши. Они пометчеют и друг другу передают, что мы православные. Узнав про это благочинные, снова ко мне, что же ты им всем помогаешь? Ты же не солнышко, всех не обогреешь. Рядом с Войтовичем жила святой жизнен человек Серафима Савельевна, у которой ночевали все, кто хотел. Она говорила, живем с батюшкой, как богач с лазарем. Почему-то думая, что она находится в раю, такая она была добрая и светлая, заступалась за нас. Притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Колизей. В годину гонения начат христианство, неистого злоба в нем рыскало вновь. Страдало добро, ликовало тиранство, реками лилась христианская кровь. А я содрогалась от хохота черни. На мне отражался народный позор. О, лучше б забвение миллионами терни. Тогда ж закидала скорбящий мой взор. Жалеть ли прошедшего с гибельной славой? Нет, странник. Забыть я стараюсь его. Взгляни. Надо мной теперь величаво крест высится. Веры святой торжеством. Там льется молитва, где страшная миру носилась речь злобы, как дикий буран. Там амбра курений восходит к эфиру, где прежде дымилась кровь христиан. Чу, звон колокольных предвечному в храм. И спой там нежалобный гимн на судьбину. Мой гимн благодарственный. Спой небесам. Николай Алексеевич Некрасов. 1838 год.